На первый взгляд это бессмысленная надпись на бетонных блоках. Посыл этого сообщения поймет не каждый, особенно люди старшего поколения. Однако это не простой набор букв, а адрес самого настоящего магазина наркотиков. Купить себе отраву может любой улануденец. Был бы мобильный телефон да интернет. Адрес магазина, видимо, на всякий случай продублировали в нескольких метрах от этих блоков. Стоит вбить этот адрес в мобильное приложение и получаем огромный онлайн-каталог. Причем здесь не только улануды. Всего я насчитал 180 городов по всей России. Взял в центре впервые. Место безлюдное. На дом еще постараться найти надо. В общем, частный сектор и не души всему персоналу выражаю благодарность. Качество просто пушка. Курьер, место клада и упаковка 10 из 10. Куча восторженных отзывов. Судя по ним, продажи идут на ура. Цены от 1000 рублей за грамм того или иного наркотика. В основном синтетические, например, так называемые спайсы и скорости. Нашел что-нибудь? Что подкинули? Ты же кроссовки свои сгрыз, да? Последствия от употребления наркотиков, казалось бы, известны всем, но армия зависимых только растет. От приема синтетики у людей нередко искажается сознание, и они причиняют вред и себе, и окружающим. Бывший наркоман Антон анонимно рассказал нам о своем прошлом. Чтобы уйти в завязку, ему пришлось обрубить все контакты и не выходить из дома в течение месяца. Непосредственно, когда ты употребляешь, да, когда тебя еще тянет, да, вот там уже начинается, как бы, не знаю, ад на земле. Так кто это может назвать, потому что там, я не знаю, как это описать, это бред какой-то происходит, общение, да, мысли, которые тебя посещают, да, твое отношение к реальности. Все, оно просто вот так, тут с ног на голову переворачивается, да. Ты просто, не знаю, ну неадекватно начинаешь воспринимать реальность. По словам Антона, с наркотиками он столкнулся через рекламу на улице, однако дилеров достаточно просто найти и в сети. Вводим ключевые слова в поисковик и вуаля. Десятки страниц по продаже наркотиков, через которые люди выходят на каналы в мессенджерах. Схема покупки-продажи проста. Между звеном от покупателя до продавца всегда есть люди, именуемые закладчиками. Закладчик прячет товар в укромное место, фотографирует и отправляет адрес инструкции. Продавец пересылает всю информацию покупателю, после чего человек спокойно забирает закладку. В этой схеме все максимально безопасно и анонимно для наркодилеров, поскольку никто не знает ни лиц, ни имен, ни любых других контактных данных. Нам удалось связаться с одним из продавцов мессенджера Телеграм. Дилер за работу заказчика предлагает баснословные суммы. 25% от продажи наркотиков, что по его словам составит десятки тысяч рублей в неделю. Несмотря на нашу переписку, найти самого преступника практически нереально. Ни через Телеграм, ни через способы оплаты. Существует несколько проблем в сфере противодействия бесконтактному способу сбыта наркотиков. Одной из них является фактическая бесконтрольность финансовых институтов за электронными платежами. Для заведения одного или нескольких электронных кошельков не требуется никакого документального подтверждения личности, в то время как для приобретения банковской карты необходимо открытие счета соответствующей идентификации личности. Суть в том, что ты закладками поднимаешь, и также вот эти курьеры, которые просто большое количество берут разом, все и сами уже раскладывают. А сами вот эти, которые сюда в город завозят, не знаю, как их вычислять. Как бы вычислили, если бы можно было, да? После запрета курительных смесей и других синтетических наркотиков, их производители начали работать нелегально через объявления на гаражах и стенах домов. Порой надписи закрашивали волонтеры. Например, вот эту, о которой сообщили СМИ, закрасили на следующий день. Добавлю, за 2017 год сотрудники ОВД выявили 41 факт незаконного оборота синтетических наркотиков. Общий вес изъятой продукции более 300 граммов. При виде подозрительных надписей всегда можно обратиться по телефону доверия, после чего объявление ликвидируют, а сайт будет заблокирован Роскомнадзором. Но если это телеграм-канал, как в нашем случае, или группа в социальной сети, то стоит обратиться в техническую поддержку интернет-ресурса, после чего их также заблокируют. Стоит понимать, что быстрых путей решения проблемы нет, но ваша бдительность может внести свою лепту в борьбе с наркомафией. Будам Мунхоев, Алексей Жилин, телекомпания АТВ.